МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает новости и сейчас о главном к этому часу. Реструктуризация, которой рады не все, что будет с гинекологическим отделением ЦГБ, почему сотрудники пишут письма президенту. В самострое тает лед, а в восьмом микрорайоне готовы даже снять продолжение «Титаника», а по некоторым районам города перемещаться можно разве что вплавь. И о православной культуре в «Ноябрьске» впервые пройдет региональный пасхальный фестиваль. Вход по пригласительным. Итак, в ЦГБ началась реструктуризация гинекологического отделения. Дело в том, что сейчас в городе их два. Одно находится в перинатальном центре, где оказывают помощь беременным пациенткам после родов и восстанавливают репродуктивную функцию. Второе отделение находится в больнице в хирургическом корпусе. Туда поступают женщины перед искусственным прерыванием беременности и с различными гинекологическими заболеваниями. Согласно задуманной реформе, два отделения объединят, и все пациентки будут лечиться в перинатальном центре. Правда, сами медики второго гинекологического отделения не согласны с реорганизацией. Они даже написали обращение президенту, где привели свои доводы против нововведений. В перинатальном центре разместить отделение с таким функционалом практически нереально по санитарным и эпидемиологическим нормам, так как огромен риск вспышки внутрибольничной инфекции. Реструктуризация уже началась и должна закончиться к июлю этого года. Помещение, где сейчас располагается второе гинекологическое отделение, отдадут под онкологию и гнойно-септическое. Сотрудники гинекологии беспокоятся за свою дальнейшую судьбу. Как говорится в письме, уже сейчас их переводят на другие ставки с понижением зарплаты и ухудшением условий труда. Однако руководство больницы заявляет, что все опасения напрасны. Такая реформа, напротив, принесет только удобство как для пациентов, так и для медучреждения. Ведь сейчас оба гинекологических отделения загружены только наполовину. На первом этапе к нам перешли из отделения гинекологии два доктора. Там их три, не считая заведующего отделения. Вот эти два доктора, то есть получается, что 50% врачебного персонала перешли работать в перинатальный центр. Значит, когда у нас будет полностью, мы переведем это отделение сюда, то все врачи, они должны будут работать, оказывать гинекологическую помощь. Они встречают весну в болотниках. Жители самостроя накануне вечером обнаружили у себя в микрорайоне новый источник воды. Талые воды со всего города хлынули по улицам поселка, затопили придомовые участки и подвалы. В некоторых местах даже машины с высокой подвеской проехать не могут. Евгения Дюмина отправилась в плавание. С вечера среды Сергей Васильевич в сапогах и на страже дома. Правда, помочь собственному имуществу он ничем не может. Может только наблюдать, как прибывает вода. Сейчас она доходит уже до ступенек. Еще чуть-чуть и хлынет в дом. Полная котельная, полный подвал. Можно посмотреть. Но это толку не будет. Надо в президенту звонить и все. В такой же ситуации оказались сразу несколько домов. Сосед Сергея, Ибрагим Мирзоев, уже перелез в болотники. Рассказывает, эту низину в районе Пионерской и Ягельной затапливает раз в несколько лет после снежных зим. Однако такой воды, как сейчас, никогда не было. У меня затоплено в гараже. Гараж под домом. Все, что было в кугробе, все затоплено. Все плавают уже. Цептик поднялся. Вонь невозможная. И проехать домой только в болотных сапогах, вы видите. Жители самостроя позвонили в диспетчерскую. И на место потопа прибыли рабочие севердорстроя. Они пытаются насосами откачать воду. Но, как уверяют жители, уровень ее не падает, а наоборот, растет с каждым часом. Ночью откачивает. Результатов нет. Еще вода больше и больше становится. Источник проблем жизни лесомостроя обнаружился в нескольких сотнях метров. Это колодец ливневой канализации, который в период активного таяния снега не справляется с нагрузкой. Переполнился даже не один колодец, рассказали в севердорстроя, а два. Один из них уже удалось отсечь. С жидкостью из старого продолжают бороться. Мы ее ночью будем, говорит, эту воду пустили на болото, здесь отсекли, чтобы она не попадала на улицу Багульную. Ну, а в данный момент занимаемся откачкой воды, которая собралась в самой низшей точке. На помощь призвали тяжелую технику. Для отвода талых вод от жилых домов решили прорыть траншею. Правда, эта работа займет какое-то время. Жители самостроя подождать готовы. Вот только они не понимают, кто поможет им привести в порядок дворы и подвалы. А главное, кто оплатит материальный ущерб. Ведь в подпольях и котельных стояло дорогое оборудование. Евгения Демина, Сергей Маланди, ноябрь 24. Тонут машины и в восьмом микрорайоне территорию возле дома 108 на улице Советская, которую жители микрорайона от нехватки парковочных мест приспособили под стоянку, затопило. Заложниками водного плена стали сразу несколько автомобилей. Причем эвакуировать авто из глубокой лужи владельцы в ближайшее время вряд ли смогут. Машины под водой по самые бампера. О том, что вся вода с улицы Советской стекает сюда в низину, где построены многоэтажки, жители микрорайона говорили еще в ходе публичных слушаний, когда обсуждалось строительство парковки. Я думаю, что когда мы будем организовывать и выполнять работы по устройству тротуара в доле улицы Советской и в сторону 106, 108, 110 дома, естественно, будем делать натурную съемку местности и каким-то образом предусматривать, чтобы эта вода куда-то скатывалась и, возможно, и в нее канализацию будет. Если она нужна будет там по профилю местности, естественно, мы будем ее предусматривать. Так, чтобы, ну, не поймите меня, привратно машины и пешеходы утонули на парковках и на тротуарах, этого будет не допущено. Об этом даже и говорить не стоит. Авиакомпания «Ямал» запускает очередной рейс из Ноябрьска в Тюмень с 7 мая. Улететь туда можно будет еще и по воскресеньям. Сейчас самолеты летают только по понедельникам, средам и пятницам. Продажа билетов уже началась, правда, дополнительный рейс – расписание временное. Его ввели на период отпусков, и действовать оно будет только до 22 октября. Между тем, парковать автомобили рядом со зданием аэропорта в скором времени запретят. В соответствии с проектом реконструкции прилегающие территории вокруг воздушных ворот расширяют так называемую зону безопасности. Обсуждать этот вопрос местная власть и руководство аэровокзала начали еще месяц назад, но подробности тогда не раскрывали. Нововведения отнюдь не означают, что к зданию не будет возможно ни пройти, ни проехать. Проект затрагивает лишь тех, кто паркует автомобили на местной стоянке и улетает из города. Припаркованный автомобиль загорелся прямо под окнами школы. Это произошло вечером в среду. Фото и видео с места происшествия моментально оказались в интернете. На них видно, как сильно полыхает капот Лады. Согласно данным окружного МЧС, пожарные прибыли на место и потушили пламя всего за 10 минут. Дознаватели уже начали проверку. Сам же хозяин пострадавшего авто уже разместил в социальных сетях сообщение с просьбой очевидцев откликнуться. Он полагает, что пожар не случайность. К слову, именно поджог. Это предварительная версия ЧП, по мнению дознавателей. Школьники по всей России пишут проверочные работы. Не исключением стал и Ноябрьск. Это своего рода промежуточная аттестация для учеников 4-х, 5-х и 11-х классов. Их проверяют на знания базовой школьной программы. Не исключены и задания повышенной сложности. Но они будут помечаться специальным знаком. Проверочные работы – это не аналог государственной итоговой аттестации. ВПР пишут и проверяют внутри школы. Насколько успешно она написана, дети могут узнать уже на следующий день. Плохой результат не влияет на общий балл по предмету за четверть или за год. Учитывать будут только положительные оценки по усмотрению самой школы. Это делается для того, чтобы выявить определенные затруднения как в обучении детей в качестве их обученности, так и в затруднениях в преподавании отдельных предметов. Состав предметов у каждой параллели разный. Так, 4-е и 5-е классы проверили свои знания по русскому, математике и истории. К слову, для них все испытания закончились уже сегодня, а вот для 11-ти классников все завершится только к 18-му мая. Такая проверка стала серьезной дополнительной нагрузкой для выпускников, которые и без того загружены подготовкой к ЕГЭ. Я считаю, что она нужна, но не 11-му классу. 10-му вполне возможно, и классы младше. Но вот именно классы, которые сдают экзамены, 9-й и 11-й, это ни к чему. Были задания с развернутым ответом, надо было построить на физике схемы. Были на выбор утверждений, то есть некоторые задания можно было просто угадать, а некоторые там при всем желании, надо именно знать. Можно ее проводить в других параллелях, но не в 11-м классе, потому что они загружены ЕГЭ. Подготовка, это ЕГЭ, можно сказать, определяет сущность ребенка после школы. И результаты ЕГЭ дают возможность поступления и выбора любой, ну, их специальности будущей. А ВПР ничего, в принципе, не дает, только проверяет знания. В «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегазе» стартовал пилотный для всей группы компаний проект, который позволяет существенно повысить эффективность процесса бурения, а также строительства новых скважин. Благодаря внедрению мобильного вагон-офиса для супервайзеров, оснащенного современной телеметрической системой, это своего рода главный диспетчерский пост, который позволяет круглосуточно следить за работой на объекте и моментально принимать важные решения. Сейчас на Иранерском месторождении активно ведется бурение новой скважины. Ее глубина чуть более 4 тысяч метров. Уже вскрыт продуктивный пласт, идут спускоподъемные операции на отметке почти 3,5 тысячи метров. Это один из самых важных этапов работы. Надзор за ним происходит из этого оперативного штаба на колесах. Буровая, буровая. Это главный диспетчерский пост. Здесь могут не только услышать, но и увидеть в режиме онлайн то, что происходит в данную секунду на объекте. Внутри буровой установлены камеры, внутри скважины сверхчувствительные датчики. Все показатели отображаются на мониторе компьютеров моментально. Надзор ведется 24 часа в сутки. На мониторе отражается у нас полностью весь процесс бурения, начиная с весов, нагрузок, моментов на ротренную РСП, скорость бурения, давление, обороты, расходы. То есть полностью процесс бурения, все, что происходит в скважине, мы можем контролировать благодаря этой диаграмме. В этом вагунофисе одновременно находятся специалисты из четырех подрядных организаций, каждый из которых отвечает за свой фронт работы. Раньше всеми процессами они управляли разрозненно, поэтому на решение рабочих вопросов порой уходило до нескольких часов. Внедрение полевого поста позволило беспростое в работе, быстро и эффективно координировать действия различных служб, обеспечивающих процесс бурения. Если идет какое-то отклонение у нас, мы сообщаем по громкой связи, и пока ответит супервайзер, даст указание, пока телеметрию там услышат, пока все это услышат, пока там все соберутся, допустим, приедут на ту же боровую, это уйдет время, это даже не секунды, не минуты, а несколько минут. То есть уходит по 5-10 минут для решения каких-то задач. А здесь мы просто моментально сразу все решаем. Мне, как инженеру станции, мне удобно сидеть здесь, сообщать текущий этап работы, который происходит у нас на боровой. Данные сюда не только поступают, но и обрабатываются. На этой доске своего рода отчетная таблица на 33 дня. Именно столько занимает процесс строительства скважины. Отклонение в диаграмме – это повод приостановить бурение. И незамедлительно, прямо на месте, быстро отреагировать на любые изменения. Мы запланировали, что нам нужно сделать. Мы проставляем факт. То есть тем самым мы можем проанализировать, как мы сделали ту или иную работу. То есть если мы ее сделали с отставанием, мы должны проговорить эти моменты. Почему мы сделали отставание? Для того, чтобы в следующий раз учесть этот момент, чтобы не допустить каких-то отрицательных моментов. Это первый пилотный полевой пост не только для ноябрьской нефтегаза, но и для всей компании «Газпромнефть». Уже сейчас понятно, что испытания прошли успешно. И этот опыт может быть передан другим предприятиям. Такой мобильный штаб помогает существенно сэкономить время строительства скважины, увеличить ответственность инженера по бурению при принятии решений. И, следовательно, повысить общую безопасность буровых работ. В данный момент пытаемся внедрить, чтобы супервайзер сам принимал решения на объекте, какие они там будут у нас правильные, неправильные, чтобы он мог нести за это ответственность даже. Чтобы он понимал, что если он примет какое-то решение, он будет нести за это ответственность. Для оптимизации процессов бурения, а также для оценки качества и объема, оказываемых подрядчикам услуг, предприятие закупило уже пять таких полевых постов. Следующий будет установлен также на Иранерском месторождении, где уже вскоре начнется освоение еще одной скважины. Елена Жаркова, Александр Паханов, Ноябрьск-24. В Ноябрьске проходит чемпионат Уральского федерального округа Подзюдо. В наш город съехались представители шести регионов. Это порядка 140 спортсменов старше 18 лет. Ямал представляют 23 человека, большая часть – ноябрьцы. Среди них мастера спорта международного класса, победители Кубков мира, а также России. В первый день соревнований, удачнее всех из ноябрьских дзюдоистов, выступили Дарья Ажермачева и Ирина Тюрикова. Обе девушки заняли третье место в весовых категориях 48 и 52 килограмма соответственно. Теперь они представят наш федеральный округ на чемпионате России. Кто еще из спортсменов войдет в сборную, станет известно во второй день соревнований. Первый поединок был проигрышным. Там я допустила ошибку, в оконцовке упала, хотя можно было этого избежать. Второй поединок был сложный, но я постаралась выполнить ту задачу, которая была перед у меня поставлена. И за третье место я довольна, что отборолась хорошо. Соперники молодые уже, набираются опыта, начинают уже выходить на новый уровень. А 29-30 апреля в городе пройдут соревнования по волейболу на приз партии «Единая Россия» за здоровый город. Сегодня состоялась жеребьевка команд. Всего на турнир заявились четыре сборные городских предприятий. Отборочные игры пройдут в субботу в Сокино-Советской. Финалы матча за третье место в воскресенье в «Зените». Победитель получит кубок и призы. Кроме соревнований, во время турнира пройдет и конкурс кричалок и лозунгов от болельщиков. Потому на мероприятия приглашают не только самих спортсменов, но и всех любителей волейбола. Россия всегда по волейболу была в числе мировых лидеров. Я считаю, что этот вид спорта нужно в городе развивать. В первую очередь детский, юношеский волейбол. Потому что еще мы помним те времена, когда в городе играла знаменитая профессиональная команда «Ямала». Она участвовала в чемпионате России даже. Но эти времена, конечно, прошли. Но мы стараемся сейчас возрождать именно массу волейбол на любительском уровне. Юные армейцы, обладатели Кубка «Газпромнефти» по хоккею. В суперфинале, который накануне вечером завершился в Омске, москвичи переиграли Салават Юлаев. За решающим матчем с трибун-арена следили почти 8 тысяч зрителей, а в прямом эфире игру транслировал телеканал КХЛ. Впервые за 11-летнюю историю Кубка «Газпромнефти» в турнире приняли участие 27 команд из пяти стран. Финляндия, Латвия, Казахстана, Белоруссия и России. Всего за пять дней соревнований сыграно 67 матчей, на лед вышло почти 600 юных хоккеистов, заброшено 432 шайбы. Победители одержали верх над лидерами Восточной конференции со счетом 3-0. Кубок «Газпромнефти» — это крупнейший социальный проект компании в области развития детского спорта. Он реализуется в рамках программы «Родные города». При ее же содействии во всех регионах присутствия компания строит многофункциональные спортивные комплексы. К примеру, в ноябрьске появилась ледовая арена «Авангард». Так что, вероятно, уже в следующем розыгрыше бой фаворитам даст и сборная «Ямала». Мы все стали свидетелями захватывающей и бескомпромиссной игры, победу в которой одержал сильнейший. Таким и должен быть суперфинал крупнейшего европейского турнира. Кубок «Газпромнефти» продолжит развиваться из года в год и удерживать высокий уровень организации. Наша цель — вдохновить участников на упорную ежедневную работу, без которой нельзя добиться новых высот и рубежей. Я уверен, что участие в таком грандиозном событии станет для ребят важным этапом хоккейной карьеры и запомнится навсегда. Подчеркнул глава оргкомитета турнира, член правления «Газпромнефти» Александр Дебаль. Награды за лучшие работы участники проекта «Экофотоарт» на промысле получили дипломы от «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». Реализация проекта стала возможна при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Благодарность за снимки, которые юные фотохудожники сделали во время экскурсии на Спорошевское месторождение, вручила наставник и куратор проекта Елена Белоусова. Опыт работы с детьми у Елены уже был в рамках волонтерского проекта, когда всех желающих детей обучали основам фотографии, после чего полученные знания дети закрепили на пленэре в районе озера Ханто. Занятие фотографией вызвало массу положительных отзывов от участников, поэтому работу с детьми в этом направлении было решено продолжить. На этот раз местом для фотоохоты стало одно из месторождений «Ноябрьскнефтегаза». Ребята смогли в полной мере не только почувствовать, но и передать в своих фотоснимках производственную эстетику объектов нефтедобычи. Сегодня лучшие работы размещены в холле офиса. У нас нефтедобывающее предприятие. Мы решили объединить знания по фотографии и практику на месторождениях. То есть мы детей вывезли на Споршевское месторождение, где они прослушали, можно так сказать, как в экскурсионном виде. То есть была экскурсия, где сотрудники компании рассказали, как происходит процесс добычи, что происходит на площадке. И заодно дети смогли попрактиковаться фотографирование архитектурных объектов и промышленных объектов. «Попробовала первый раз, мне очень сильно понравилось. Участвую в два года, получила много опыта. В целом все хорошо. Спасибо большое компании «Газпромнефть», что мы посетили месторождение и сделали прекрасные снимки». Православная культура и духовное просвещение в Ноябрьске впервые пройдет окружной пасхальный фестиваль. Гостей ждут концерты известных российских коллективов и сольных исполнителей из Москвы, Сургута и городов нашего региона. Так, уже 28 апреля в центре досуга «Нефтяник» состоится концерт губернаторского оркестра народных инструментов «Ямал» и артистки окружного центра национальных культур Ксения Дронова из Салихарда. 29 апреля на территории храма архистратига Божия Михаила выступит московский колокольный мастер Александр Жихарев с программой «Поющая бронза». В этот же день в «Нефтянике» пройдет концерт хоровой капеллы «Светилен» из Сургута. Особым гостем фестиваля станет епископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. Вход на все мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в центре досуга «Нефтяник». Подробная информация по телефону 34 13 95. К этому часу у меня все. Я передаю слово моей коллеге Алисе Марциной. Она расскажет о погоде на завтра. В студию новостей вернемся чуть позже.